Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Всем привет. Меня зовут Александра. И в эфире снова наш подкаст под кодовым названием «Сильные женщины». И собрались мы сегодня с нашими сильными женщинами Ольгой, Юлей и Женей поговорить, как я это назвала, об утопии, а точнее об идеальном мире, который существует в сознании каждой из нас. Вот хотелось бы просто узнать представление об этом идеальном мире, представление наших сильных женщин, которые уже много чего пережили, много чего испытали, обрели такой очень нехилый опыт. Вот что они вообще думают? Это действительно утопия, как думаю об этом я? Или он таки существует, и его можно достичь? Девушки, всем добрый вечер. Начнем, как обычно, с Юли. Юля, привет. Добрый вечер. Юль, скажи, пожалуйста, ну вот я знаю, что ты не придерживаешься моего мнения, то есть ты не считаешь это утопией, и все-таки, был ли в твоей жизни момент, когда ты перестала верить в Деда Мороза? Или до сих пор веришь? Знаешь, насчет Деда Мороза я не помню, когда я перестала в него верить. Мне кажется сейчас, в мои 52, что я не верила в него никогда. Я говорила уже в подкасте о детстве, что я, наверное, родилась старушкой, знаешь, такая маленькая старушка. Вот. А вот зато у меня есть очень хороший пример про Деда Мороза и веру в него. Когда две девочки, соседки, еще и с той жизнью-то рассказать, советской, наверное, две девочки-соседки, две подружки по шесть лет обеим, они качались на качели, и одна другой говорит, слушай, ой, надо бежать домой, извини, я побежала, мама сказала, что скоро придет Дед Мороз, ну, с подарками. Вторая сказала, ты что, глупая? Тебе уже шестой год, а ты все веришь в Деда Мороза? И подробно ей рассказала, что Деда Мороза нет. Девочка прибежала в истерике, не могли успокоить весь день. У нее был крах вообще всей ее детской жизни. Она перестала верить в Деда Мороза. Крах детства, шесть лет. Все, детство закончилось. Да, детство закончилось. Так что это существует, существует вот этот крах, когда ты перестаешь верить в сказки. Ну, хорошо, а вот, ну, это такой личный вопрос, а в единорогов ты тоже не веришь? Это вопрос не ко мне, это вопрос скорее к тебе. Это вопрос ко мне, да, потому что скорее я не верю в Деда Мороза, но в единорогов я верю, иначе откуда бы бралась радуга. Юль, спасибо. Ольга, привет. Да, привет. Скажи, пожалуйста, ну, ты у нас как бы исполняешь по жизни роль такой доброй феи. Ну, то есть феи, по сути, мы верим, да? А в Деда Мороза когда перестала? Или до сих пор веришь? Или никогда не верила? Ты знаешь, наверное, я больше верила в крампуса. Какая прелесть. Теперь я знаю, кто такой крампус, теперь объясни бы с векослушателям, кто такой крампус. Ну, это хорошо, ладно, да. Это тоже Дед Мороза. Такая злая-злая-злая морозяка. И причем не нашего роду племени. Прям какая-то такая вот она с севера такая приходит. Ну, наверное, потому что какую-то там часть раннего-раннего детства я вот провела немножко совсем в популярном, и там было так холодно, так прям холодно, потому что на улицу вывозили нас, Аночка, глазки торчали. И вот у меня все время такой, ага, там что-то там бабушка там с дедом, там с мамой говорят, что какой-то мороз очень сильный. А у меня всегда этот мороз виделся в таком вот прям злой дед, есть белый, и зубы у него почему-то через один. Ну почему-то? Ну почему-то? Ну от этого злого деда же не дождешься подарков на Новый год. Нет, никакие подарки у меня. Самый лучший Дед Мороза – это мои дедушки. Понятно, хорошо. То есть давай так, в фей и в крампусы ты веришь больше, чем в Деда Мороза? Само собой разумеется. То есть твой идеальный по сути состоит из вот таких вот крампусов, да? Да нет, наоборот, как раз такого крампуса я к себе не подпускаю. Не надо мне таких. А добрые феи, они везде, всегда, всю жизнь. Иди на роги. Обязательно. Ну больная тема. А, то есть ты тоже веришь. Ну все, замечательно, прекрасно. Обязательно. Хотя бы я не одна в этом мире. Жень, привет. Всем привет. Привет, Сашуль. Так, как у тебя обстоит дело с Дедом Морозом? Верила, не верила? Если верила, то когда перестала? Верила до пяти лет, пока не нашла, так сказать, свой подарок, который мне готовила. Мама рассказывает, что Дед Мороз придет и подарит тебе его. Ну, естественно, я туда залезла, и половину сладости оттуда исчезла. И с того момента я стала пасти маму, как говорится, как только она придет, чего-нибудь докупит, доложит, там что-то приготовит. В общем, чем больше она докупала, тем меньше подарок становился. Вот после этого я поняла, что Деда Мороза не существует. Что-то какое-то у вас раннее взросление. В пять лет, вот Юля, прошу прощения, Юля рассказывала историю про девочек, которым пять лет. Что-то как-то не делая это. Видно, пограничный возраст для Деда Мороза. Для Деда Мороза, видимо, да. Видимо, да. Хорошо, Юля, ну вот росты. Наша, что с тобой, веришь ли ты в Деда Мороза или перестала верить? Ты знаешь, я вот как и ты, я всегда посла. Я, кстати, верить перестала очень-очень рано. Наверное, даже мне меньше пяти лет было. Но я никогда не могла улучшить вот этот вот момент и проследить за моими родными, когда все-таки этот подарок появлялся под елкой. Потому что в нашем доме было заведено подарки класть ночью, елка стояла в той же комнате, где я спала. И как-то вот ни разу мне не удавалось улучшить этот момент, но я прекрасно осознавала, вот уже достаточно в раннем возрасте, что это все-таки мои родные, это все-таки не Дед Мороз кладет. Но, наверное, еще все дело в том, что я в нашем садике была много лет подряд бессменной снегурочкой. И я помню, как проходила подготовка к этим утренникам, как из меня делали снегурочку, а из какой-нибудь из воспитателей Деда Мороза, видимо, из-за этого я перестала в это верить. Так что уже в детстве не было такого идеального мира. Юль, скажи, пожалуйста, мы уже разговаривали в нашем подкасте про детство, вот когда ты осознала себя взрослой, когда ты поняла, что ты взрослая, немножечко вопрос переиначу, когда пришло осознание того, что не существует такого понятия, как сказочный принц на белом коне, а если даже и существует, то на всех не хватит. Я тебя очень уделю. Пять лет? Мне кажется, все-таки, что где-то эти принцы есть, но их очень мало, просто очень мало. Давай так, что такое сказочный принц для девочки, скажем так, подростка, 15 лет, ну, уже более-менее созревшей девушки, да, 15-16 лет. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Ну, это понятно. Ну, давай так, это воспитанный, ну, поэтому в моих понятиях, скажем так, да. Нет, 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 подожди, подожди. Нет, нет, Юль, прости, Юль, прости, пожалуйста, я тебя сразу же перебиваю, потому что мы сейчас не описываем наше представление о сказочных принцах, у всех оно разное. Это понятно, это понятно, но это и богатый, и красивый, и умный, и все, это такие общие понятия, да, вот. Как сказала одна моя знакомая, умный, богатый, красивый, воспитанный, это четыре разных мужчины. Ну, это не твоя знакомая, это анекдот, это жизненная мудрость. Ну, мне передала одна моя знакомая. Так вот, она права, это четыре разных человека, я это как взрослая тетя, уже бабушка, я это понимаю, но мне кажется, что все-таки где-то они есть. Другое дело, кто же их получает-то, этих принцев? А то кроме одни кони. Принцессы, видать. А Ольга, как у тебя с этим осознанием? Ну, я полностью с Юлей согласна, даже как-то это уж совсем весело стало. Ну, где-то они есть, наверное, эти принцы-то вместе с конями. Ну, кони, ну, кони, это точно. Ну, я вот, я их не видела, коней видела очень много. Вот я про то и говорю, да, знаю. Для наших слушателей, просто поясню, Ольга, по профессии веселинар-травматолог, который всю жизнь оперировала именно коней. Надеюсь, не коней. Нет, ну, не только коней. Почему? Я много оперировала. Но коней я видела больше. Вот что они существуют, чем принцев, понятно. Жень, что у тебя с осознанием? Ну, наверное, если говорить уже о принцах, то в первую очередь для меня, может быть, был принц, тот человек, которого я была безумно влюблена, пускай, допустим, это была первая даже любовь, и, то есть, мне главное было, что человек любит меня, и вот это и было, наверное, осознание того, что ты все-таки встретила того мужчину, которого любишь безумно ты, и который любит безумно тебя. И? И, конечно, в итоге... То есть, суровая правда жизни, да? Житейская лодка разбилась о быт. С-па такого, можно и так сказать. Понятно. Пришло ли на тот момент осознание, что, да, все-таки это был конь? Пришло, да, осознание, что все-таки может быть не то, что конь, а то, что, может быть, с меня как-то спали в этот момент розовые очки. Может быть, какие-то моменты я... На тот момент, пока я была безумно влюблена, я не хотела их видеть, но потом, как говорится, с меня спали розовые очки, и мой принц превратился в коня. Красивого хоть? Породистого? Ага. Тяжко вздохнула Шеня. Хорошо. Давайте, что-то все так развеселились. Сейчас я вас такой на серьезный лад сейчас попытаюсь переключить. Юля, серьезный вопрос, очень. А скажи, пожалуйста, довольна ли ты тем временем, в котором ты живешь? Хотела ли бы ты жить в другом времени? Если да, то почему? Знаешь, люблю фантастику. Почему-то все время тянет заглянуть в будущее. Если бы я только могла. Когда смотрю фантастику, например, космическую, люди летают на другую планету, и на этой планете все гораздо лучше, чем у нас. И там все супер-пупер. Ну вот, не просто с технологиями, а сохраненная природа. Люди тихие, спокойные, дружелюбные. Все хорошо. И территория большая, никто друг другу не мешает. Всегда тепло, ну и так далее. Вот такие фильмы вызывают во мне даже немножко зависть. Я хочу туда. Поэтому я бы хотела в будущее. Вот так. В какое именно? Ну вот там, где возможно беспрепятственно на каком-нибудь супер-двигателе сесть на какой-то супер-летающий корабль и прилететь как, ну не знаю, как в пятом элементе, наверное, у Люка Бессона, да? Планета, помните там, где они отдыхали на этой планете? Вы просто планета-курорт. Вот так. Отдельная планета-курорт. На нее вот прям попасть можно. Правда, надо было заслужить или выиграть на нее билет, но все равно. Вот так хочу. Это у этого человека, я спрашиваю, верит ли он Деда Мороза. Младенец? Да, да, да. Ну, знаете, давайте, не будем брать пример Люка Бессона, возьмем, давайте, в пример, гостю из будущего. А, Арису Серезневу, да. Вы не помните, из какого года прилетела Ариса Серезнева? Ой, это 21 век. Правильно. То есть она... Это 2084 год. Да, да, да. По сути своей, по сути своей, давайте вспомним, как нам описали, фильм вышел в 1985 году, вспомните, как нам описали этот год. То есть ровно через 100 лет после того, как вышел этот фильм. По сути, если мы сейчас посмотрим на нашу действительность на 2022 год, то все намного круче. То есть фантазии ни у Кира Балычева, ни у режиссеров не хватило. Знаешь, что мне тогда очень понравилось? Это трамваи вместо московского метро, когда в одну дверь заходишь и выходишь в другую. То есть не надо никуда передвигаться. В Германии это есть. В Москве осталось метро. Подожди, это как это в Германии? А нет, нет, подожди, в трамвае нет, в автобусы заходишь в переднюю дверь обязательно, ты же не можешь зайти в... Нет, там же ехать, ты вспомни. Я помню, ехать там не надо было. Но по сути вот этот вот вариант с дверями, в Германии ты заходишь только в переднюю дверь, потому что ты показываешь проездную водителю, а выходишь только в среднюю дверь. Ну, я так думаю, сейчас во всех больших городах мира так, потому что все проездные с чипами, и надо их сканировать. А еще мне понравилось, когда главный герой подошел, на кнопку нажал, ему выплыло пирожное, и это бесплатно. А, ну, опять-таки, утопия, утопия. Утопия? Вот я говорю, я живу с верой в будущее, вот так. Если не для себя, то для внуков. Умница, красавица. Вопрос был именно про тебя, а не про твоих внуков. Ольга, что у тебя со временем? Нет, что у тебя со временем, я в курсе, на пару часов больше. Это я пытаюсь вас на серьезный лад настроить, вы поняли, да? Ольга, скажи, пожалуйста, в свое ли ты время живешь, или хотела бы жить в каком-либо другом времени? Нет, я живу в свое время. В свое. Я не думаю, что мне хотелось бы жить в будущем. Хотя заглянуть-то, конечно, интересно, но ненадолго, так скажем. А в прошлое не хотелось бы? Ненадолго. В прошлое, ну, если только вот в ту самую Атлантиду. О, это интересно. Я думала, сейчас ты скажешь во времена инквизиции. Нет, вот как раз туда я не хотела бы, потому что, знаешь, это из того анекдота... Перезонного конь-перегода. Да, из того анекдота, что как вы познакомились с папой? Мама, как вы познакомились с папой? Ну, как же он в 1684 году сжег меня на костре, поэтому я ему сказала, что я от тебя не отстану. Да, и до следующей жизни и отомщу. Да, да, да. Миш, нет, туда мне не очень хочется. Это глупое время. А вот Атлантиду, да, неплохо. То есть ты могла бы себя представить и жить? Да, могла бы тогда. Хорошо. Могла бы. Это эпоха, если смотреть вот и исторические какие-то документы, может быть там... Ну, конечно, я понимаю, что там часть вымыслов, но это эпоха разума. Разума. Тогда жили люди разумные. Не было безумия такого. И отхожу немножко от этой темы. Я просто хотела бы в эпоху разума, в эпоху обучения. Потому что я все же не учусь. Как я тебя понимаю. Ну, это как раз идеальный мир такой нарисованный, эпоха разума. Жень, как у тебя выглядит с этим вопросом? Я живу в этом мире, в принципе, не в прошлое, а не в будущее. Ну, в будущее бы хотелось, конечно, заглянуть. А так я живу в этом мире. Реалист. Реалист, да. Себя устраивает. Ну, куда деваться. Я поняла, да, других вариантов нет. Но мы же сейчас, в принципе, мечтаем и предполагаем. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Жень, у каждой из нас есть свое собственное представление об идеальном мире, об идеальной жизни. Я не буду сейчас спрашивать про твой идеальный мир вот в твоем представлении. У меня только вопрос такой. Вот, предположим, тебе вот сейчас, вот, пришли какие-нибудь добрые люди, там, ну, или не люди, там, феи, единороги, Деды Морозы, да, сказочное существо, и сказали бы тебе, Женя, все, ты переходишь в свой идеальный мир. Что бы ты взяла с собой? Какую бы одну вещь ты бы взяла с собой в этот идеальный мир и почему? С собой в идеальный мир бы я взяла, наверное, свою любимую плюшевую игрушку, которая, наверное, у меня уже 15 лет, и которую я, наверное, с ней не расстанусь никогда. И я настолько ее люблю, что даже бывают моменты, когда плохо или что-то, вот ее просто так обнимешь, прижмешь, и такое ощущение, вот что-то родное рядышком. Замечательно, прекрасно. Йоль, ты бы что взяла в такой идеальный мир с собой? Я бы не смогла выбрать, вот честно, не смогла выбрать что-то одно. Если бы сказали, можно взять даже небольшой чемодан, я бы чего-нибудь набрала. А вот что-то одно, я даже не знаю. Но без чего бы ты вот категорически не захотела бы обходиться? А я знаю, в какой мир? В идеальный, который у тебя в голове. Когда мне ничего не надо. Я поняла, хорошо. Ольга, ты? В любой самый идеальный, самый хороший, самый замечательный мир я бы взяла свою маму и своих животных. Нет, подожди, в твоей голове, в твоем идеальном мире мама и животные все равно существуют по-любому. Тогда ничего. Тогда тоже ничего. Ничего, мне ничего не нужно. А как создать вот хотя бы подобие вот этой вот... Ну, извините, девочки, я это называю утопией. Может быть, даже это... Я вот вас спрашиваю даже как совет мне самой, потому что я лично не знаю. Как создать вот, ну, хотя бы приблизительно свой идеальный мирок? Ольга, скажи, пожалуйста, как ты у нас есть, добрая фея? А мне ничего не нужно создавать. Оно у меня, в общем-то... Оно у меня вокруг меня. Это мой дом, сад, земля. Я вот сейчас оттает вот этот вот, эти жуткие сугробы, вот этот вот лед весь, он оттает, начнет расти травка, нагрядка что-то появится, совершенно замечательно, буду ходить, радоваться. Буду ходить в поле, гулять со своими собаками, не проваливаясь куда-то там по шею в сугроб или еще куда-то. Не надо, я выйду на землю, мне хорошо, я наберусь энергии от своей земли. Я наберусь радости от воздуха, от солнца. Все-таки, оказывается, идеал это не утопия. Ладно, буду менять свое мнение. Ёль, как создать? Хочу по шею в сугроб. Спроси Ольге, хорошо ли это. Ну, знаешь, это ее реальность, а для меня это, ну, хотя бы на какое-то время это идеал. Да, могу замерзнуть, понимаю, я была в сугробах. Вот, бывали, гуляли. Пустите Ёлю на ПМЖ в сугробы, ага. Я южанка, я там не выживу. Я скажу так, идеальный мир в зависимости, это не просто, это не просто, это не зависит от возраста. Просто у каждого возраста, не только у детей, есть свой идеальный мир. Он чем-то дополняется. Сказочные составляющие, конечно, из него, так сказать, убывают сами собой. Но, значит, больше идеальный мир – это мир комфорта. Комфорта не просто в окружении, в окружающей среде, а мир комфорта в общении, мир комфорта в социуме, мир комфорта в организме в собственном, то есть здоровый мир там и так далее. Вот этот мир идеальный. Ой, молчи, грозь, молчи. Да-да-да, где ничего никогда не болит. Знаешь, вот я тебе скажу, почему про будущее? Потому что я, например, мечтаю, да, вот для меня утопия – это вот это, когда ты приходишь, такой, знаешь, вот типа сейчас это МРТ, да, вот этот, ложишься и в трубу, да. А вот для меня вот изобрели бы в будущем такой автомат, когда ты не просто ложишься в эту трубу… А тебя заодно и чинят там. Да, тебя там чинят, и ты выезжаешь оттуда полностью здорово. Скажем, все, техконтроль прошла, все в порядке. Значит, программу переписали, все нормально, валяй дальше. Где ты работаешь в свое удовольствие, где тебе могут поднять настроение и не, извините, запрещенными препаратами и какой-нибудь бойдой, да, а просто хорошим экологически чистым, так сказать, окружением, общением и так далее. Воздухом, вдохни воздух, и тут появятся эндорфины. Да, да, типа того, что тебе все, тебе достали люди, ну, мало ли кто где работает, да, мало ли кто где общается. Ну, валяй, влез на пару дней, палатку взяла и ку-ку. Сама сейчас тоже так можно. Сейчас тоже так можно. Можно. На два дня влез. А там неизвестно, что. Там страшно. Ну, вот там страшно. А, то есть ты хочешь, чтобы влез, и не страшно. И не страшно. Ничего, что там не пугалась-то. А, не, самый страшный зверь какой, это же человек. Чего я напугалась. Вот он только и есть, что человек. Да, если только животные, нет проблем абсолютно. Животное просто так не тронет. Юля, в тайгу. И люди тебя не найдут, и сугробы по шею. Класс. Вот тебе идеальный мир. Жень, давай вернемся с небес на землю. Ты у нас все-таки более реалист. Вот как создать идеальный мир? Как сделать так, чтобы вот... Идеальный мир – это все-таки место, где ты себя чувствуешь в безопасности, в каком-то комфорте, где можно расслабиться, в первую очередь. Для меня это идеальный мир – это если я могу выйти просто куда-то в лес погулять, где ничего, кроме шума деревьев, пения птиц, ничего нет. Где, ну, может быть, рядом человек, с которым хочется действительно пообщаться, провести как-то время, именно вот расслабиться, успокоиться. А, так вот поэтому, Юля, ты не хочешь в лес? Боишься Женю встретить? Я обязательно ютюбею, чтобы она попала. Ну, понятно, Юля, то есть пойдешь в лес, вари ужин сразу же на двоих. А то и на троих Жене не одна будет. А, понятно. Я обязательно всем не приду. Александра! Да! А где твой идеальный мир? Ты где, Витая? Идинорогами. Подожди, ну, они же тоже где-то. И самороги? Они в моем идеальном мире. Я понимаю. В моем идеальном мире единорог. Смотри, мне все было интересно, скажет ли кто-то из вас или нет, ты это сказала. Ну, мне очень важно общество. Мне очень важно... Я очень общественный человек, я человек социума. Поэтому в моем идеальном мире для меня должен быть подходящий мне социум. Это вообще так звучит, конечно, так как-то, я не знаю. Понимаешь? Это то есть, когда тебя окружают люди, которые приносят тебе новое удовольствие. Да, которых не хочется спрашивать каждую минуту, какого вы меня окружили. Да. Но дело в том, что я тебе раскрою маленький секрет, что если общество не контрастное, то в нем неинтересно, понимаешь? То есть, если нет элемента спора хотя бы, то это неинтересно. Ты знаешь, вот опять-таки мы же обсуждаем идеальный мир. Идеальный. И я могу сказать, что то общество, которое окружает меня, которое, ну вот на данный конкретный момент, да, оно для меня идеальное. Потому что, во-первых, я безумно рада каждому члену моего маленького мира. Но что самое приятное, это совершенно не значит, что у нас одинаковые мысли и одинаковые мнения по каждому поводу. И с ними я тоже спорю. Но зато чернухи нету, нету никакой, я не знаю, чего-то вот такого, что вот знаешь, вот цепануло. И ты потом это вот сидишь и перемалываешь. Я очень в этом плане такой чувствительный человек, я перемалываю всякие мелочи. А вот этого нет, вот для меня вот это вот идеально. Ну и, понятное дело, единороги. Прекрасно. Теперь, то есть, остается назвать только адрес, ну, где это все находится. И жди полной. В моей голове. Да, да, да. И в твоем листу, поэтому мы придем с Валей за единорогами к тебе на кофе. А вот это на здоровье. А вот это всегда, пожалуйста, кофе у меня, кстати, очень вкусный. Хорошо, девушки, давайте потихонечку будем закругляться. У меня, как обычно, последний вопрос по очереди. Совет. Совет нам всем. Совет слушателям. Совет от сильных женщин. Как по возможности создать свой идеальный мир? Ольга. Ну, тут ты советом-то не обойдешься. Для каждого человека разный совет, может быть. И я думаю, что у каждого человека этот идеальный мир, он создает себе, пытается создать, создает себе вокруг себя какую-то маленькую такую. Или в доме, в квартире, или где-то там в обществе своем. Он все равно пытается создать свой вот идеальный мирок, маленький, хороший, теплый, удобный, уютный. Поэтому, ну, как тут можешь дать совет на всех? Нет, этого, конечно, не может быть никаких советов. Ну, просто вот... А я не прошу давать совет, я не прошу давать совет на всех. Я прошу дать совет от себя. Может быть, кто-то и прислушается, может быть, кто-то и поймет, что на самом деле... Ёлки, а Чушкин сам до этого-то не дошел. А ведь на самом деле Ларчик-то просто открывался. Ну, тогда в очередной раз я скажу, что, девочки, надо любить себя. И тогда все приложится. И все вокруг ты будешь уже прикладывать к себе любимый. Я поняла, хорошо. Ёль, твой совет? Знаешь, даже не совет. Может, кому-то подойдет. У меня, когда наступает такое состояние, как усталость души, да? Я или усталость скорее моральная, чем телесная. Потому что от телесной мы засыпаем быстро и там видим, не видим сны, но это не то. А когда усталость души, моральная усталость, как хотите называйте, тогда хочется спрятаться от себя самой. И я прячусь. У меня хорошее воображение, слава Богу. Я притворяюсь, как бы полусон какой-то себя вгоняю, притворяюсь, как будто я там, например, на последнем этаже, как это называется, огромного небоскреба. Надо мной только небо. И я просто вот как принцесса в крепости. И туда не зайдешь, на этот этаж. А у меня комфортно, все расположено так, как я хочу. И самое интересное, мое воображение, мне рисуют так, что выходя на огромный балкон, на минуточку на последнем этаже небоскреба, я погружаюсь в теплую воду бассейна. Вот так. О, какое у тебя прекрасное воображение. Хотя, честно говоря, вот то, что ты до сих пор говорила, что тебе бы вот хотелось в лес куда-нибудь спрятаться, ну тогда, Юль, противоречишь сама себе. Не-не-не. Тогда не поскорь, по какой мать, высокое дерево. Высокое дерево, а на нем гнездо. Саша, это не одна картинка. У меня их много, понимаешь? В зависимости от того, насколько усталость души. Так какой совет, Тадаш, картинки представлять? Представлять себе то место, рисовать каждый раз то место, которое где-то видели, где-то, может, прочитали, воображение нарисовала, где-то придумали и так далее. Уходить туда, уходить туда сознательно. И легче засыпается, и мягче снятся сны, и душа немножко отдыхает. Если кто-то это может сделать, ну, типа, такой, я не знаю, самовнушение, что ли. Ну, послушай, совет, в принципе, неплохой. Просто вот ты правильно сказала, это что же еще уметь надо? Да, ну, получается. Такая своеобразная медитация. Медитация, да. У кого воображение хорошее, в принципе, у детей всех воображение хорошее. Мы потом теряем эту способность. Ну, я хотела сказать, что дети в основе своей в идеальном мире как раз и живут. Ну, хотя бы до тех пор, пока Деда Мороза верят. Жень, твой совет? Мой совет, может быть, он тоже кому-то поможет. Я, допустим, вот так вот делаю, представляю себе такой зимний вечер, ты так идешь по снегу, все так хрустит, заходишь в такую небольшую, такой домик, такую избушку, где горит печка, так садишься, слушаешь, как трещат дрова в печке, и просто закрываешь, расслабляешься. Ой, какой кайф. Я расслабилась, я больше не хочу вести передачу, я хочу слушать какие-то дрова. Отвлекаешься от всего и просто забываешь обо всем. И это очень покажет, и просто, не знаю, для меня это, я получаю какую-то энергию от этого, какие-то позитивные мысли, и, может быть, это действительно кому-то тоже поможет. Я сейчас вот себе представила, что могла бы сказать, Ольга, приезжайте все ко мне, сначала лопату в зубы разгребать сугробы, а потом добро пожаловать в дом, где горит печка, трещат дрова и мурлыщет котик. Да, и не один. Слушайте, у нас только Ольга живет в идеальном мире. Наверное, получается так. Видимо, да. Видимо, да, но видишь, как она правильно сказала, любите себя. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что уж кто-кто, а вот Ольга таки себя любит. Мы это обсуждали, мы это обсуждали не один раз, и каждый раз, честно говоря, у меня все время вот возникает такое, я тоже так хочу. Все, научите меня тоже, вот так вот. Ясно. Девушки, спасибо в очередной раз вам огромное. Спасибо за то, что собрались, за то, что нашли время для наших подкастов. Спасибо за то, что вы такие позитивные. И я очень надеюсь, что нам удастся наши сегодняшние записи, нашим сегодняшним разговорам немножко поднять настроение и самим себе, и тем, кто нас будет слушать, и потихонечку все-таки приходить к тому, что идеальный мир – это не утопия, это возможно. Это реально, и мы сами строители этого мира. Высокопарно немножко, да, прозвучало сейчас? Ну, несколько, да, несколько высокопарно. Хотя мы сами строим то, что хотим построить, то, где мы хотим жить, мы строим это сами. Ну, вот, в принципе, я это имела в виду, может быть, просто неправильно высказалась или подобрала такие, как бы, ну, слишком красивые слова, но именно это я имела в виду. Всем хорошего вечера и до нашего следующего эфира. Пока-пока. Пока-пока. Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.